Итоги Всероссийского конкурса «Поэзия Победы» будут подведены осенью 2018 года, 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и в сообществах Музея Победы в социальных сетях. Стихотворение появится в ведущих российских СМИ, а также будет выпущен отдельный сборник, в который войдут стихи лауреатов и победителей. Победители также получат в подарок бесплатный билет на прохождение группового квеста или экскурсии в Музей Победы. Конкурс «Поэзия Победы» открылся 21 марта, в Международный день поэзии. Поступило более 300 заявок на участие. Свои стихи прислали не только жители России, но и участники из других стран. Целью конкурса является патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения. Важно формировать у юных соотечественников уважительное отношение к родной истории и к героическим подвигам минувших дней. Но, как подчеркнул директор музея Александр Школьник, задача не только популяризировать военно-патриотические авторские стихи, но и выявить и поддержать талантливую молодежь. Конкурс посвящен 73-летней годовщине Великой Победы, а также памяти российского поэта Андрея Дементьева. Идея этого конкурса принадлежала именно ему. Дементьев должен был возглавить жюри, которое выберет лучшие работы. К сожалению, Андрей Дмитриевич не успел этого сделать. Он умер 26 июня 2018 года. Поэту было 89 лет. В прошлом он работал редактором легендарного журнала «Юность», был ведущим на телевидении и выпустил более 40 сборников стихотворений. Теперь он хотел воспитывать любовь к поэзии в молодом поколении, ведь его стихи не оставляли никого равнодушными. Дементьев уже не узнает, как закончится этот конкурс, какие стихи будут признаны лучшими. Но это мероприятие посвящено его памяти, и это особая дань уважения от участников конкурса и его организаторов.